и так кто помнит на чем мы вчера расстались исход 32 что там было в 32 там в 32 исхода как раз о жертве аллахом релиза и взял из рук их и сделал из них литого тельца и отделал его резцом и сказали не вот бог твой израиль который вывел тебя из земли египетской это она это но это 30 я просил прочитать дома если можно общайтесь со мной не с друг с другом я просил прочитать дома 32 углу книги исход просил вы читали нет я знаю кого спрашиваю нет спасибо большое поэтому меня и удивило про жертву которого начали говорить и так кто еще не читал так молодцы никто не ожидал да ладно итак он взял из их рук и сделал из них литого тельца и обделал его резцом и сказали они вот бог твой израиль который вывел тебя из земли египетский увидев сие а ром поставил перед ними жертвенники провозгласил а ром говоря завтра праздник господу на другой день они встали рано и принесли всесожжение и привели привели жертвы мирный и сделал и сел народ есть и пить а после встал играть и сказал господь маше поспеши сойди ибо развратился народ твой который ты вывел из земли египетский скоро уклонились они от пути которые я заповедал им и сделали себе литого тельца и поклонились ему и принесли ему жертвы и сказал и сказали вот бог твой израиль который вывел тебя из земли египетской отлично что нас интересовало какому богу поклонялись евреи да в ту минуту еще раз что нас интересует люди люди они сказали послушайте мы не знаем что с тем парнем но нам нужно мы чувствуем внутри себя желание поклониться богу и причем не какому-то другому богу а именно они говорят тому богу который нас вывел именно тому правильному богу они решают что поклониться они что-то плохое хотят не они хотят хорошее они чувствуют и мы говорили о том самом начале что желание поклониться богу желание поклонения заложено богом внутрь человека это нормально я не понимаю что-то вот именно мы давно не поклонялись именно этот парень ушел а мы же хотим поклониться а его нет и поэтому ну давайте что-нибудь сделаем нормальное хорошее золото соберем что-то сделаем хорошее они же не хотели плохого и хотели поклониться именно тому богу да ну как-то богу это не понравилось как-то богу это не понравилось он говорит поспеши сайди ибо разворотился народ твой который ты вывел земли египетской кстати бог говорит что это не ябл это ты вообще маша иди там это не все сам разбирать скоро они уклонились от пути который я заповедал им что они сделали был некий путь это некий путь они что сделали они решили может быть параллельно может быть чуть-чуть неважно они сошли из того пути единственного пути по которому можно было приблизиться к богу они по своему усмотрению решили поклониться богу израил не так как он им сказал а как-то по-другому чуть-чуть что-то изменилось обстоятельства изменилось понимание изменились и они решили чуть-чуть по-другому поклониться богу израиля ну и как главное чтобы оба в душе визуализация главное чтобы оба в душе визуализация главное чтобы как так как бог сказал или так как мы придумали потому что когда мы смотрим что произошло дальше никому собственно говоря не понравится не он сказал им так говорит господь бог израиля возложите каждый свой меч в бедро свое пойдите по стану от ворот до ворот обратно и убивайте каждого брата своего каждый друга своего каждый ближнего своего и сделали сыны левины по слову маше и пала в тот день из народа около трех тысяч человек за что за тоже они придумали как им нравится и когда на сегодняшний день нам говорят послушайте правила просто изменились мы не можем приходить к богу тем путем который он установил для нас поэтому здесь мы сделали свою дорожку ну с учетом изменившихся обстоятельств и поэтому мы поклоняемся ему абсолютно правильно просто мы же не можем принести жертву можем мы сегодня принести жертву нет не можем что он не понимает что мы не можем он что не в курсе поэтому правила поменялись желание принести жертву заменил саму жертву хорошо что тельца ним делали хорошо что тельца ним делали дорога та вот это значит Бога ведет ни один путь ни один путь кроме установленного им не ведет к нему и это мы должны четко для себя понимать ни один путь кроме установленного им не ведет к нему какой бы хороший царик не был какой бы он не был умный красивый как бы он не убеждал ни один путь не ведет к нему именно поэтому именно поэтому и шо говорит никто не приходит к отцу как только я и сам путь истинная жизнь и нет другого именно потому что он есть путь то старый путь прекратил свое существование и был дан новый и был дан новый старый путь по нему идти уже невозможно и полный бред стоя при наличии нового пути пытаться вернуться на старый именно любой похожий из них этот путь уже не ведет к Богу именно поэтому именно поэтому храм был уничтожен именно поэтому все старания восстановить его на протяжении двух тысяч лет оканчиваются провалом потому что есть новый путь новый и живой и даже неопытный на этом пути не заблудится но к неопытному есть некоторые требования какие какое требование есть к неопытному который не заблудится и будет там большая дорога и путь по нему назовется путем святым не чистый не будет ходить по нему он будет для них одних идущие этим путем даже неопытные не заблудятся 35 глава 35 восьмой стих этот путь предназначен только для чистых кого он очистил помним кто может очистить если мы не пришли к нему если он не очистил если он не поставил на этот путь извините не можно ходить потому что он потому что он только для них одних для них одних которые пришли к нему и не для кого больше возможность очиститься по синайскому закону на сегодняшний день утеряна из-за отсутствия жертвенников и первая ступень чистоты ритуальная чистота на сегодняшний день недостижима для нас помните кто был в прошлый раз я говорил есть две ступени чистоты в синайском завете я говорил нет да это какая первая в новом завете две ступени чистоты вторая истина и нельзя было тогда переступить через ступеньку и нельзя сейчас переступить через ступеньку нельзя приступать к истинной чистоте вкушать тело и кровь миссии будучи нечистым от греха находясь в нравственной нечистоте если так попробовать сделать писание нам говорит что будут проблемы да можно просто умереть кстати сказать достаточно интересное место мы встречаемся в новом завете с таким местом буква убивает а дух животворит что имеется ввиду хорошо еще какие мнения есть если мы придержимся только лишь формы угу и и и и и буквы что произошло что произошло в этот день который мы тут около трех тысяч умерло около трех тысяч родились получили что они получили жизнь странно наверное цифры просто похожи в один и тот же день отдельная тема для разговора по поводу одного и того же дня есть такое мнение что это произошло в один и тот же день а да но мы можем сказать что в день когда пришла буква умерло около трех тысяч в день когда сошел дух родились наверное это совпадение но мне такое объяснение несколько приятнее слышать чем объяснение про форму хотя и то может иметь право на жизнь итак они ничего не хотели плохого просто хотели так как и не хотели да понравилось это был поэтому если написано для нас прийти в определенное место и исполнить определенные требования может нам стоит задуматься над тем что поскольку это написано для нас лучше нам это и понятно да итак дальше потихоньку приходим и возложит руку свою на голову жертву всесожжения и приобретен от благоволения в искуплении или в очищении грехов или искуплении его ну какое слово там стоит третий стих очищение грехов а вы сегодня узнавали у вашего преподавателя первая глава третий стих книги левит ну все там же находимся нет там был вопрос какое слово там стоит сегодня капора какое церковь капора искупление искупление благоволение в искуплении благоволение в очищении благоволение в том чтобы устранить преграду стоявшую между богом и человеком есть разница действия направленные куда в будущее или в настоящее в настоящее возложит руки свою на голову жертвы всесожжения возложит и приобретет есть огромная разница между всеми убитыми животными и жертвой нашему богу когда человек ищет благоволение в будущем в виде изменения обстоятельств для меня или когда человек ищет общение с богом сейчас и желает этого сейчас и бог говорит если ты будешь следовать этим путем если ты сделаешь так как я скажу ты приобретешь благоволение а следовательно ты встретишься со мной да да и так всесожжение аллах то что поднимается вверх или то что поднимает меня вверх то что восходит поднимает прежде всего меня и это нужно кому мне и так что его интересует животное чтобы она именно была таким правильным место правильный убой или что то другое что то другое наше сердце и прежде всего мы можем сказать послушайте да если его не интересует не это не это не это а наше сердце так что он не видит моего сердца он же должен видеть мое сердце он же ж ну всевидящий всезнающий поэтому могу принести куда хочу как хочу лишь бы с правильным сердцем правильно еще раз я говорю не принести или не принести я хочу принести это мое сердце поэтому могу принести по обстоятельствам если он видит если он незаконник он же незаконник его же не интересует ни правильное животное ни место ни время его же интересую я и мое сердце только какая ему разница где это принесу еще раз давайте мы будем очень простыми людьми вы как бы хотелось бы от вас добиться одного быть последовательными только что я спрашиваю вас что интересует Бога его интересует чтобы бычок именно был вот бычок его сильно интересует вы говорите не его не сильно интересует а то есть его интересует интересует чтобы мы исполнили все так как он так интересует что бычок не бычок хорошо бычок не интересует чтобы он был именно вот такой без порога его сильно лимитируют в наше отношение в наше отношение все он здесь сказал да есть есть барок там нет спал я понял я понял значит думать мы отказываемся послушайте давайте я начну произвольно открывать места писания и произвольно говорить свои мысли скажите пожалуйста для чего я задаю вопрос что вы отвечали отлично вы никогда не задумывались что я задаю вопрос не для того чтобы услышать от вас правильный ответ как вы думаете я именно пришел сюда задавать вопрос чтобы услышать от вас именно правильный ответ то есть я не в курсе я не в курсе правильного ответа поэтому я приехал из Киева узнать у вас правильный ответ вы собственно не знаете для чего евреи задают вопросы нет я как раз хочу чтобы вы думали вопрос ставится для того чтобы человек начал думать и когда вопрос ставится чтобы человек начал думать я вас прошу думать в одном в одном определенном направлении если вы думаете не в этом направлении а в этом в этом в этом в этом в этом в этом как угодно но не вот так скажите вы многое поймете из того что я говорю если я вас спрашиваю и направляю ваши мысли и я спрашиваю вас скажите мне пожалуйста бычок не бычок уже не важно уже наше сердце наше послушание уже вот то уже вот это и каждый что хочет только не про бычка что хочет только не про бычка так послушайте мои хорошие бычок действительно не важен и вы только что сказали не важен две минуты прошло он говорит важен послушайте когда вы сконцентрируетесь на бычке это да вы определитесь важен он или не важен если он так не важен то почему сказано именно вот так условия почему они именно такие потому что так сказано потому что потом послушание спасибо большое послушание еще раз еще раз еще раз послушайте внимательно послушание через эти вещи бог воспитывает в нас послушание ему не важен бычок для него не принципиально место и в новом завете когда он уже чему-то научил свой народ он говорит послушайте где двое или трое собрано на каком месте на каком месте на всяком так для него важно место или не важно на самом деле не важно или или тогда для него именно важно было то место а именно сейчас уже не важно но ему надо было через что-то научить народ послушанию но когда человек говорит если ему не важно то я могу как я хочу многие люди на самом деле так и говорят он же смотрит на мое сердце он что не видит как не тяжело и трудно поэтому я даю не десять процентов а пять что он не понимает он понимает он действительно смотрит но где здесь послушание понятно где граль находится это как диалог с самаритянкой и шоу у колодцев эстетически она прямо это и спрашивала где приносит где где скажите куда важно это или нет это что самария или самаритянка диалог с самаритянкой какое правильно ли мы делаем послушайте правильно ли мы выносите туда а мы собственно говоря вот здесь что правильно вот именно там или именно здесь говорит что ты не в курсе чего бог хочет важно что чтобы поклоняющийся поклонялся как в духе истине ага значит разгуляй его или послушание остается остается потому что для бога важно послушание и когда этот человек возлагал свои руки на голову этой жертвы он приобретал благоволение не когда-то а сейчас его не интересовало благоволение выраженное абстрактно типа совпало помним опять вспоминаем наших друзей язычников наши друзья язычники как определяли по будущему если обстоятельства именно складывались так как они хотели значит срослось если не сложились то значит не срослось попытка номер два три четыре пять дальше будем гадать то приходя к нашему богу приобретая благоволение мы об этом знали в будущем или в тот момент когда мы приобрели это благоволение приобретет 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 благоволение Когда вас ложат, то что сделают? Другой перевод, благословно будет принято для Него. Для Него, не для Всевышнего, а для Него. Понятно? Итак, желание человека, если кто пожелает, кто захочет принести, желание начнет подниматься и найдет благоволение. Желание благодаря жертве начнет подниматься вверх. Желание сейчас будет принято и найдет сейчас ответ. Это желание найдет благоволение. Еще раз. Чего человек желает? Он получит в тот момент, который он желает. Если человек желает, если человек придет, то он получит. Если он сделает все в соответствии с требованиями, которыми ему предстоит. Всевышний говорит о том, что это желание будет приятным, чем благоуханием. Но это чуть дальше. И дальше считаем. И заколет тельца. Кто заколет? Человек. Кто резал животное? Человек. А наше представление какое было? А здесь написано? Человек. И заколет тельца перед Господом. Сыны же Аарона, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа в скини собрали. Итак, у них была своя часть. Человек не мог приступать к чему? К жертвеннику. Но скотинку должен был кто резать? Сам человек. В общем-то, я вряд, что во втором храме и эту процедуру делали священники. Человек только за этим наблюдал. Есть разные мнения. Но, читая Писание, удивительно, что Бог дает возможность человеку сделать это самому. Возлагая руки, Он отождествляет себя с этим животным. И Он же убивает это животное. И правда заключается в этом, что здесь нет никакой красоты. Здесь нет никакой красоты. Я не знаю, бывали ли вы когда-либо на буйне? Не бывали, нет? Красиво там? Запах? Это ужасно. Когда вы приходите на место, где убивают животных, вы понимаете, что там, в общем-то, смерть. И когда вы участвуете в этом процессе, когда вы видите этот процесс и являетесь частью этого процесса, когда вы берете этот нож, вы перерезаете это горло, на ваших глазах выливается эта кровь, вы видите все это, послушайте, в человеческой душе есть, в общем-то, некоторые эмоции. И это неприятные эмоции. Шо-шо-шо? А если сам его вырастил, твоя скотинка? Послушайте, это нечто, о чем мы не задумываемся. Мы видим как бы непонятные вещи, но что переживал этот человек, который приводил и сам же отождествлялся и сам же убивал этого животного? Он не просто сторонний наблюдатель, он часть этого процесса. Нечто просыпалось в душе этого человека. И настолько неприятным было место жертвоприношения, что язычники что делали? Украшали его. Язычники украшали места жертвоприношений, чтобы предать какой-то, ну, приятный вид. Бог запретил украшать это место. Это было местом смерти. И он говорит, ничто не должно отвлекать тебя от этого. Ничто не должно тебя отвлекать от размышлений о жизни и смерти, от взаимоотношений со мной. Ничто не должно, никакие внешние украшения не должны тебя отвлекать от этих мыслей. Ты должен понимать, куда ты пришел и зачем ты пришел. И что происходит на твоих глазах. И это неприятно. Я бывал на бойне, я видел этот процесс. И я вам скажу, что, мягко говоря, не хочется еще бывать там и видеть это. В принципе, у них это было, как бы, легко, средство. Если они были живут на годы, может быть, не стоит настолько драматизировать процесс. Потому что, как бы, собственно говоря, съезд по, дети там могли зарезать ягнонка. И, как бы, не мог бы устроить. То есть, мы, городские жители, сейчас уже, понятное дело, что супермаркеты с нас прикрепляют. А они же, как бы, это один из основных продуктов, это уже идет. Хорошо, я понял. Скажите, сколько вы проработали на бойне? Я с год где-то. С год, да? Да. Привыкли? Я привыкла к маме, когда видела, что, ну, загоняем даже эти лошадей, вот этих всех наших животных в этот, ну, подъемник. Они не хотят идти, они плачут. Они так любят. А их гонят и убивают током, потом режут им горло, кровь забирают. Ну, получается, они одни, что работает на бойне, нету ни одного человека, который трезвый. Они из-за этого напиваются просто в хлам, потому что реально сердца их не выдерживают. Нет, все-таки привыкают к людям. Ну, потому что из-за этого привыкают. Привыкают, но это ужасно. Я не знаю, это нужно. Дело в том, что, я что могу сказать, например, если ты животное действительно вырастил, и ты любишь его, ты вложил в него все труды, и он тебе еще доверяет это животное, тяжело его уплевать. Как ты там не привыкаешь, если у тебя есть глаза и глаза плачут? Я занимался бойней в двадцать с лишним годом. Я руководил этим процессом. А лошади как плачут? Животное понимает, что с ним будет происходить. Они чувствуют, когда их везут в бойне, уже чувствуют, они в баники. Я когда-то так тоже к корову, когда мы берем шишки, мне надо было продавать им ее, и я хотел домой убивать. Она не хотела идти. Она просто ишла, она верила в меня. Когда мы ее привели в дерево, ее привязывала, она на меня смотрела, и думала, что ж ты типа надела, куда ж ты ее привел. Она повиновалась, она приложила шею к этому дереву, ее привязали, в банк свисет. Но я вообще вот так вот ходил, постоянно. На самом деле, люди, которые перестают ощущать все эти вещи, там происходят проблемы с психикой. У нормального человека навряд ли ты привыкнешь к этому. То есть люди делают это по необходимости. Да, они резали это животное. Но в этом был хоть какой-то смысл. Они понимали, что это то, чего ты питаешься. И это, ну как бы, тогда животное даже так не чувствует. Потому что ты подходил к животному, как бы ничто не предвещало для него. Да? Но здесь животное приводит в место, где, в общем-то, этим занимается постоянно. Хотим мы или нет, в этом месте есть определенный специфический запах. Я не говорю даже о том, что кровь вопиет, там, какие-то такие духовные вещи могут происходить. Да? То есть понятно? Так или иначе, тяжело лишать кого-то жизни. Так или иначе, тяжело лишать кого-то жизни. Когда ты еще отождествляешь себя с этим животным, когда ты возлагаешь руки, и когда ты понимаешь, что в принципе, оно ни в чем не повинно, в принципе, это не совсем то, что должно было с ним произойти. Да? Но твое желание встретиться с Богом, твое желание приводит к смерти этого животного. И это место, оно не очень приятно. И это место, оно не очень приятно. И Бог запретил украшать эти места. Бог запретил украшать эти места для того, чтобы человек размышлял над тем, что происходит. Чтобы ничто его не отвлекало. И желание встречи с Всевышним, это то, что двигало человека. Еще и еще раз я буду повторять эту идею, что благоволение принималось в тот момент, когда человек приходил к жертвеннику. Оно приобреталось, получалось, принималось в тот момент, когда человек приходил к жертвеннику. Если мы смотрим на временной отрезок, то мы видим, человек, поклоняющийся своему Творцу, что-то осознает, принимает какое-то решение и приходит к Богу и приобретает благоволение. Понятно, да? У язычников кино начинается здесь. Еще раз. У язычников кино начинается здесь. Я хочу приобрести благоволение в будущем. Я смотрю на свое будущее. Я ищу для себя. Да? И все мое направлено для меня. В конечном итоге понятно, да? Здесь человек получил уже все, что необходимо, осознал, пришел к Творцу и приобрел благоволение. Здесь это кульминация. здесь это кульминация. И здесь это ответ, который приходит в эту точку. Здесь это взгляд назад, благодарность и желание встретиться с тем, кто благоволил. Здесь это взаимоотношение, благодарность и приобретение взаимоотношений в виде благоволения. Здесь страшно неизвестное будущее. Отвечу после перерыва. Спасибо. Спасибо.